Партнер программы «Сеть детских клубов» «Ети и дети» Здравствуйте, ребята! Привет! Меня зовут Света, я сегодня снова в компании Тимура и Амалии. Для тех, кто не смотрел нас вчера, важная информация. Мы с ребятами находимся в стране безопасности, в этом удивительном месте, где учимся правилам безопасного поведения и стараемся объяснить вам, наши маленькие телезрители, эти правила. Наверняка о многих, ребята, правилах вы уже слышали от взрослых людей, от своих родителей, от учителей, может быть, бабушки с дедушками рассказывали. Но я думаю, что игра в наши передачи – это как раз тот случай, когда можно повториться даже немножко. Согласны со мной? Да. Итак, пока лидирует Амалия, у нее всего лишь на одну фишечку больше, чем у Тимура. Девять фишек и восемь фишек у Тимура. Итак, я предлагаю начать наш первый конкурс. Суть его вот чем заключается. Я буду читать вам загадку, но в конце этой загадки будет не хватать одного слова. И как раз-таки изображение этого слова вам нужно найти на доске. Амалия, твоя слева, можешь уже подходить к ней. Вот. А твоя, Тимур, справа. Последнее слово, отгадку, ищите на доске и на скорость приносите мне. Каждый правильный ответ стоит фишку. Плюс одна фишка за скорость. Итак, слушаем внимательно первую загадку. Дым столбом поднялся вдруг. Кто не выключил? Так. Кто не выключил? Что у нас изображено? Утюг. Утюг. Правильно, ребятушки. Правильно, правильный ответ. Тимур держит, гадал правильно. И Амалия правильно отгадала. Но одну фишку, Тимур, нам с тобой нужно вручить Амалии за скорость. Так, слушаем вторую загадку. Шипит и злится, воды боится. С языком они лают, без зубов окусает. Побежали. Побежали искать отгадку быстро. Загадка на скорость. Тимур, если ты будешь подглядывать, я тебя оштрафую. Не дам фишку за правильный ответ. Ясно? Отгадали правильно, что это? Огонь. 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 Правильно. Тимур, держи за правильный ответ. И Амалия две за правильный ответ и за фишку. И за скорость. Вот, я уже положила тебе. Не подглядываем, ребята, чтобы все было справедливо. Итак, слушаем следующую загадку. Раньше времени картинку не берем. В доме печку затопили, а заслонку не открыли. Не пошел он по трубе, а столбом стоит в избе. Быстрее, быстрее, ребята, скорость, скорость. Так, Тимур положил быстрее. Правильно, принесли. Что это у нас? Дым. Что столбом стоит в избе? Дым, дым. Дым, правильно. Не забывайте, что задание на скорость. Амалия за правильный ответ, Тимуру за скорость и за правильный ответ две фишки. Итак, последняя загадка. Слушаем. Дом загорелся, не стоит зевать. Ребята, скажите, кого вызывать? Одновременно принесли. Кто это у нас? Пожарный. Пожарник. Пожарный. Пожарный. Пожарника пожарный. Правильно, присаживаемся и зарабатываем. Кстати, так быстро вы принесли, что давайте я каждому из вас дам за скорость по фишке. Держим. Тебе две и тебе, Тимур, две. Ну что, давайте посчитаем, сколько удалось вам фишек заработать в первом конкурсе. Семь. У Амалии семь. А у Тимура? Шесть. Хорошо, у Тимура шесть. Отлично. Ну, практически говорю, равные бойцы, идете почти на равных. Хорошо. Ребята, вы знаете, что далеко не все дети знают, как правильно обращаться с огнем, как вести себя при пожаре. Но есть люди, которые знают об этих ситуациях. Все, и вчера мы с этим человеком познакомились, это тетя Маша, и сегодня я предлагаю с ней снова встретиться. Внимание на экран. Ребята, привет. Здравствуйте. 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 Мы с вами уже успели познакомиться, и я очень рада нашей новой встрече. Вчера мы с вами уже говорили о действиях при пожаре в автобусе, а сегодня мы обсудим, как правильно себя вести при пожаре в вагоне поезда. Тут ситуация намного сложнее, чем та, о которой мы говорили вчера. Дело в том, что автобус в городе в экстренной ситуации может остановиться в считанные минуты и буквально в любом месте, а с поездом сложнее. Поэтому запоминайте. Если вы первым заметили пожар в поезде, первое, что вы должны сделать, это сообщить взрослым. Они сообщат об этом проводнику вагона или другим ответственным людям. Вам в это время надо быть рядом с родителями, не бегать по вагону и не устраивать паники. Если внутри вашего вагона поезда произошло задымление, закройте рот и нос платком или рукавом. Передвигайтесь в соседний вагон по задымленному месту, пригнувшись к полу. Если поезд затормозил и взрослым пришлось разбивать боковые стекла для выхода наружу, выбирайтесь из вагона быстро и очень аккуратно. Потом отойдите от поезда на безопасное расстояние и дожидайтесь своих родителей, стоя на одном месте. Во избежание появления встречного поезда не стойте в местах пересечения путей. А на сегодня это все. Я желаю вам удачи и, конечно, победы. Итак, ребята, на сегодня у меня для вас осталось еще одно контрольное испытание и последняя возможность заработать фишки. Кто станет абсолютным победителем всех наших четырех игровых дней, мы узнаем только через две передачи. Ну а сегодня давайте последний рывок к приближению своей цели к победе. Итак, я буду задавать вам вопрос, ребята. Конкурс наш будет называться «Топ-хлоп». Я буду вам читать предложение. Оно может быть как правильным, так и неправильным. Если оно правильное, то вам необходимо будет топнуть ножками. Если неправильное, то хлопнуть в ладоши. Ясно? Для выполнения этого задания вам необходимо встать. Становитесь сюда, чтобы было видно, как вы топаете, как вы хлопаете. Каждый правильный ответ, ребята, будет стоить две фишки. А тот, кто справится быстрее соперника, получит дополнительно еще одну фишку за скорость. Но в этом конкурсе, ребята, нужно быть очень внимательными. Не только сообразительными и быстрыми, но и внимательными. Потому что вам нужно вовремя среагировать. Нужно топать или хлопать. Поэтому будьте внимательны и слушайте первое предложение. Если в поезде случился пожар, надо сообщить взрослым. Итак, ребята, не знаю, наверное, вы все-таки не сообразили вовремя. Тимур пытался и топать, и хлопать. Фишек не зарабатывает. Амалия тоже. Нужно было в этом случае, ребятки, топать. Топать. Не хлопать, а топать. Итак, фишек не даю. И читаю следующее предложение. Если в поезде случился пожар, надо дернуть стоп-кран. Оказался прав Тимур. Не нужно дергать стоп-кран. Потому что такое решение ребята могут принимать только взрослые. Понятно? Итак, Тимур получает две фишки. Молодец. Так, я положу тебе в коробочку. Так, слушаем третье предложение. Передвигаться по задымленному вагону надо, пригнувшись в полу, закрыв нос платком или рукавом. Так, правильно ответили, но Амалия была чуточку быстрее. Поэтому за правильный ответ и за скорость Амалии три фишки. И Тимуру за правильный ответ две фишки. Хорошо. И последнее предложение, ребята, слушаем внимательно. После того, как вы выбрались из поезда, надо отойти от него на безопасное расстояние. Да, правильно. Только опять Амалия Тимур тебя опередила. Поэтому, ну, я думаю, что еще два соревновательных дня, Тимур, ты будешь догонять Амалию. Амалия, три фишки тебе за скорость и за правильный ответ. И две фишки Тимуру за правильный ответ. Присаживайтесь и считайте, сколько сегодня вы заработали в чуточку. Тринадцать. Так. Двенадцать. Ой, и у Тимура почти столько же. Тринадцать у Амалии и двенадцать у Тимура. Итак, подведем итоги двух соревновательных дней. Девять плюс тринадцать у Амалии. Двадцать два. Двадцать две фишки. И у Тимура двенадцать плюс восемь. Двадцать. Минимальная просто у вас разбежка. Поэтому готовимся к завтрашнему соревновательному дню. И встречаемся в стране безопасности. До свидания, ребята. Пока-пока. Пока-пока. Партнер программы сеть детских клубов «Ети и дети». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова